приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы сегодня мы приготовим греческий рассольный сыр фета вы наверное часто видели в магазинах на полках супермаркетов красивые баночки там где плавают кусочки сыра с зеленью залитые оливковым маслом вот такую вот потрясающую штуку мы приготовим очень вкусно просто в качестве закуски так и для приготовления салатов ну надеюсь что у нас тоже получится очень вкусно для приготовления сыра мы используем фермерское молоко несколько слов скажу о молоке то есть молоко желательно чтобы было не сегодняшнее не только из под коровы а хотя бы вчерашнего надоя мы используем молочко вчерашнего надоя и мы сейчас с него будем снимать сливки в принципе этого можно не делать то есть обычно сливки снимают снимаются только для сыров долгого срока созревания таких как пармезан как маздам как голландский сыр как чеддер тот же потому что если использовать молоко со сливками то сыр будет горчить потом после длительного срока созревания для таких сыров как допустим моцарелла брынза и вот как фета в частности у которых которые готовы практически там через неделю после приготовления ну допустим моцареллу и и сразу можно употреблять пищу сливки снимать не обязательно то есть они не портят вкус продукта более того они увеличивают количество продукта мы снимаем сливки просто по той причине что мы их используем для приготовления масла и сметаны кстати у нас на канале есть очень интересное видео как приготовить домашнее масло из сливок и как приготовить домашнюю сметану если вы не знаете можете посмотреть эти видео в разделе сыры вот только по этой причине мы снимаем сливки то есть если вы не хотите готовить масло и сметану при приготовлении данного сыра сливки сливать не обязательно нам понадобится водяная баня мы Мы используем такую промышленную водяную баню, которая электрическая с регулятором температуры, если у вас ее нет. Используйте две кастрюли. Вам надо большую кастрюлю и меньшую кастрюлю, так, чтобы меньшая входила в большую. И там, допустим, на ручках она фиксируется. Наливайте в большую кастрюлю воды, чтобы получилось таким образом, когда вы ставите в нее меньшую, а над донышком касалась поверхности воды, меньшая кастрюля имея в виду. И на обычной газовой плите точно так же можете готовить сыр. Достаточно просто, не надо заворачиваться с такой штукой, тратить на нее каких-то денег. Ну, это такое. Также нам понадобится друшечок с марлечкой для того, чтобы процепить молочком. Понадобится шумовка. Понадобится вот такая лира для нарезки сгустка. Если лиры у вас нету, то можно использовать длинный нож. Понадобится форма для приготовления сыра. Вот такая вот формочка с ковриком у нас дренажным. И с поршеньком. Потому что, ну, вообще фету можно прессовать весом, а можно делать методом самопрессования. Все зависит от того, насколько плотный сыр хотите вы получить. Мы хотим получить более плотный сыр, поэтому будем прессовать его с весом. Но об этом чуть дальше. Также нам понадобятся ферменты и закваски для сыра фета. Мы покупаем готовые наборы ферментов и заквасок в магазине 413.com.ua. Вот такой вот наборчик для приготовления именно сыра фета. Греческого рассольного сыра фета. Этот магазин, к сожалению, доступен только в Украине. Они не работают с клиентами из Российской Федерации, к примеру. И в Беларуси тоже, наверное. Поэтому мы можем использовать просто закваски, купленные в магазине. Нам нужна мизофильная закваска на 10 литров, 1-2 чайной ложки. И сухой сычужный фермент на 10 литров, тоже 1-2 чайной ложки. Ну вот мы покупаем такие вот наборчики. В него входят две пробирочки. Он уже расфасован. Хотя у нас есть, конечно, ювелирные весы. Ну тут все просто. Вот две пробирочки в одной закваске, в другой фермент. Также нам надо будет сделать рассол. Для того, чтобы приготовить рассол, нам надо будет в общем и целом один рассол готовится для засолки, второй рассол для вызревания сыра. Нам надо будет в общем и целом 1,2 кг соли. И надо будет 1 столовая ложка 35% хлористого кальция. В любом интернет-магазине, который занимается продажей ингредиентов для приготовления сыра, хлористый кальций по-любому есть. Вот, друзья, в общем все, я перечислил. А, вот, нам еще надо будет вот такой вот термометр, который вешается на краешек кастрюли, чтобы контролировать температуру молока. Как вы знаете, в сыроделии температурные паузы очень важны, поэтому лучше иметь такой термометр, который у вас будет постоянно находиться в молочке, чтобы вы могли контролировать его температуру. Ну в общем все, и начнем мы с того, что снимем с молочка сливки. Отбираем мы их просто ложечкой. Молочко у нас вчерашнее, вот как видите, где-то сантиметров 7 сливок сверху молока собралось. Для того, чтобы удобнее отбирать сливки, если вы это делаете часто, можно ложечку согнуть под углом 90 градусов. Один из наших подписчиков недавно посоветовал вообще большим шприцом их, язык не подымается сказать, отсасывать, отбирать. В общем, отберем с молочка сливки и будем готовить молочко с нагреванием. Льем молочко в емкость для нагревания. Мы используем дуршлячок с ложеной марлечкой для того, чтобы у нас молоко фермерское, ну как бы фермерское, хозяйское, скажем так, ручной дойки. Поэтому при дойке, естественно, туда могут попасть какие-то соринки, еще какие-нибудь соломинки и так далее, чтобы всего этого не попало у наш сыр. Вообще, чтобы туда не попало никаких посторонних предметов. Вот таким вот образом все молочко не просто выливаем в кастрюльку, а процеживаем через марлечку. Включаем нагрев после того, как мы залили молочко. И молоко нам надо нагреть до температуры 33 градуса. 32-33. Помещаем термометр. Нагрев мы уже включили. И накрываем молочко крышечкой, чтобы туда всякая пыль не оседала. И ждем, друзья, пока молочко достигнет температуры 33 градуса. Наше молочко, друзья, подогрелось до 33 градусов. И мы вносим закваску. Равномерно рассыпаем закваску по поверхности молока и даем ей минуту регидрироваться. Не насыпайте ее горкой, а именно насыпьте равномерно, чтобы она не взялась комочками. Потому что если в самом молоке закваска возьмется комочками, вы ее уже не размешаете. Даем минуту регидрироваться и после этого тщательно перемешиваем. Причем перемешивать надо не просто по... ну, как мешает там борщ по кругу, а вверх и вниз, чтобы закваска распределилась по всему объему молока. Молоко у нас жирное. Сверху такой слой сливок еще собирается. Это несмотря на то, что... К осени, конечно, коровы дают более жирное молоко. Несмотря на то, что практически все сливки мы собрали, тут еще их очень в порядке. Хорошенько перемешиваем молочко, друзья, и оставляем на 60 минут, чтобы закваска, ну, как бы, сделала свое дело. Так сказать, сквасила молоко. Накрываем крышечкой и при этом поддерживаем температуру, что очень важно, 33 градуса. Если вы делаете это на газовой плите, то следите за огнем, чтобы температура не подымалась и не падала, друзья. До встречи через 60 минут, друзья. И настало время внести молокосвертывающий фермент. Для этого сухой фермент мы растворили в 50 миллилитрах охлажденной кипяченой воды. Выливаем фермент в молочко и тоже тщательно перемешиваем. И теперь наша задача определить точку флокуляции, то есть точку начала образования сгустка. С того момента, как мы внесли фермент, включаем секундомер. Ну и секундомер или засекаем точное время. Плюс-минус точное. При этом температура молока у нас должна постоянно находиться на уровне 33 градуса. Через некоторое время начнет формироваться сгусток. Для того, чтобы не пропустить точку начала формирования, она нам нужна для определения точного времени формирования сгустка. Так вот, для того, чтобы не пропустить точку начала формирования, кладем на поверхность молока капроновую крышечку от баночки, тщательно вымытую и предварительно ее кипятком надо отдать. Положили крышечку и вот сейчас, вот вы видите, крышечка совершенно спокойно крутится по поверхности молока. Ждем, я думаю, минут 10-15 до того момента, как крышечка начнет прилипать. Прошло 15 минут и сгусток начал образовываться. То есть крышечка прилипла к поверхности молока. Она теперь не крутится. Используем мультипликатор, то есть временной коэффициент 3. 15 умножаем на 3, получается 45 минут. Итого, до образования сгустка оставляем молоко всего на 45 минут. При этом поддерживаем температуру 33 градуса. После этого проведем тест на чистое отделение и начнем резать сгусток, друзья. Прошло 45 минут, друзья. Сгусток образовался. Видите, от краев он хорошо отделяется и дает нормальный ровный разрез. То есть не прилипает сырная масса к ножу. И это главное. Настало время порезать сгусток. Режем его ножом. Да, полоски где-то по полтора сантиметра. Вначале поперек, потом вдоль. Пока Лариса будет резать сгусток, я расскажу, как надо приготовить первый рассол. Ну, собственно говоря, расскажу и первый, и второй рассол. Первый раз нам сыр придется засолить в концентрированном рассоле. Берем 3 литра воды, либо же 3 литра горячей сыворотки. Растворяем в ней килограмм солли, 1 столовую ложку хлористого кальция и 1 чайную ложку уксуса. После этого процеживаем рассол и охлаждаем. Второй рассол, это тот рассол, в котором сыр будет вызревать. После того, как мы его засолим первый раз, его можно будет, в принципе, порезать на маленькие кусочки. И надо будет приготовить менее концентрированный рассол. На 2,5 литра воды 200 грамм соли. Опять же, можно это сделать с сыворотки. Вот, собственно говоря, когда мы сырное зерно переложим в форму, сольем сыворотку, мы можем сразу же, так как она у нас теплая, подогреть ее и сделать рассол. Если же мы хотим приготовить сывороточный сыр рикотту, то можем делать рассол просто с обычной чистой водой. Кому как нравится. Ну, в данном случае мы, наверное, будем все-таки делать, будем рикотту делать, да? Не обязательно ту сыворотку после рикотты использовать. Сыворотку после рикотты, в принципе, можно, да. Наверное, можно. Точно, она же будет и горячая. Можно сделать рикотту, сывороточный сыр. Если вы не знаете, как его делать, у нас на канале в разделе сыры есть видео. Итальянский сывороточный сыр рикотта. После того, как мы порезали сгусток вдоль и поперек, надо его порезать вот таким вот образом лирой, либо ножом по диагонали, максимально горизонтально опуская нож. Таким образом измельчаем все сырное зерно. И теперь, друзья, берем шумовочку и приступаем к самому нудному занятию в процессе сыроварения. Это помешивание сыра. Мешать нам его надо в течение 30 минут. Аккуратно, чтобы сильно не разрушать зерно. И в то же время, если есть большие куски где-то у нас остались, то вот так вот шумовочка, их просто в край кастрюльки разрезаем. Засекаем время и мешаем наш сыр в течение 20 минут, но лучше получаса. За это время куски, порезанные сгустка, будут уменьшаться в объеме. Они будут отдавать сыворотку и становиться более плотными. Бориться мешало наш сыр 25 минут. Можно 20, от 20 до 30. Зерно уже стало достаточно плотненькое. Но оно вообще не плотненькое, оно достаточно жиденькое, потому что на самом деле фето очень мягкий сыр. И оставляем его на 5-10 минут, чтобы оно осело. После этого будем отбирать сыворотку. Наше зерно осело, друзья. И надо снять сыворотку до уровня сырного зерна. То есть аккуратненько, вот так вот ковшиком, снимаем сыворотку, чтобы показалось сырное зерно. Ну, естественно, стараемся само зерно не зацепить. Мы отобрали сыворотку и перекладываем сырное зерно в форму. Мы подготовили форму без дна. У нас форма такая, не совсем для мягких сыров, поэтому мы используем дренажный коврик и форму без донышка. Поставили ее на решетку. А вообще, конечно, лучше использовать перфорированную, сильно перфорированную форму для мягких сыров. Ну, таким вот образом раскладываем сырное зерно. И теперь, друзья, все зависит от того, какую мы фету хотим получить. Обычную, мягкую или более твердую в греческом стиле, которую мы планируем потом поместить в оливковое масло с пряными травами. Если мы планируем получить обычную мягкую фету для салатов, то накроем форму просто поршнем и оставим на самопрессование. Каждые 2-3 часа будем переворачивать головку сыра в форме. Если же мы используем, вернее, хотим получить более плотную греческую фету, то через 3-4 часа поставим на нее небольшой груз, примерно 2,5-3 килограмма. Но вот мы будем делать греческую фету, которую потом хотим в оливковом масле замариновать, скажем так. Поэтому мы будем использовать, ставить на нее небольшой груз. выкладываем аккуратненько все сырное зерно. Важно иметь хороший дренаж, потому что сырное зерно будет очень активно отдавать сыворотку. Давай на дуршлаг откинем. Подожди, где дуршлаг? Дуршлаг у нас занят. Сейчас я помою дуршлаг. А, ты сольешь просто. Достаточно большая головка сыра получается, но ее все равно потом для посола надо будет резать. Кстати, форму, весь инструмент обязательно перед началом приготовления пастеризовать, отдать кипяточком. И, естественно, должны быть чистые руки. Ну, Лариса сейчас зря вылила туда сыворотку. Это, конечно, процесс немножко замедлит. Потому что пока эта сыворотка проступит через весь сыр, лучше бы было в таком случае лучше ее откинуть на дуршлаг. Так будет эффективнее и правильнее. Потому что теперь приходится играться. Разравниваем сверху сырное зерно. И ставим поршень. Оставляем для самопрессования. Прессоваться у нас сыр должен в течение 12 часов. То есть, грубо говоря, сейчас у нас 7 часов вечера до 7 часов утра. В 7 часов утра мы его будем уже нарезать. И через час где-то, не через час, через полтора часа, за полтора часа, через два часа. Вот, мы два раза перевернем сыр. И через два часа поместим на него груз весом 2,5-3 килограмма. А завтра уже с утра перейдем в посолки сыра. Простоял наш сыр фиета в форме час. И попробуем его перевернуть. Все-таки, вот, навряд ли здесь подойдет форма для мягких сыров. Потому что по рецепту его надо переворачивать каждые два часа. Ой, каждый час первые три часа. Поэтому я думаю, что форма все-таки, форма без дна подходит значительно лучше. Не-не, с этой стороны поршень не получится. Аккуратненько надеваем форму с другой стороны. И опять ставим поршень, пусть наш сырок прессуется. Перевернем его еще сегодня два раза. То есть, первые три часа каждый час. А потом уже перевернем еще несколько раз утром. Всего самопрессоваться он должен до того, как мы его начнем готовить к засолке. А его к засолке, друзья, надо будет подготовить 12 часов. Наша фиета, друзья, простояла под грузом ночь. Ну, собственно говоря, уже 9 часов. Поставили мы ее под трес 7. То есть, 14 часов она стояла. И, соответственно, можем ее доснуть. Как бы это сделать так. Просто сними. Да, просто снимается. Отлично. Получилась у нас такая головочка. Ну-ка, здесь можно кусочек начипнуть. Красота. Итак, друзья, теперь нам надо этот сырок обветрить. Режем его на 4 части. Ну, в рецепте написано на куски примерно 400-400 грамм. Я разрежу вот так вот аккуратненько на 4 части. Ну, естественно, не удержусь. И сделаю вот так вот. Красота какая. Вкусный сыр. Но он еще не соленый, естественно. Аккуратненько раскладываем наш сырок на досточке. Накрываем его марлечкой. И оставляем на 6 часов обветриваться. Марлечкой просто, чтобы пыль не садилась. Вот. Каждые 2 часа переворачиваем его, чтобы он обветривался равномерно с двух сторон. Как вы помните, вчера я говорил, мы приготовили из сыворотки. Рассол. Значит, на 3 литра сыворотки мы взяли 1 килограмм соли. То есть, такой очень насыщенный рассол. Помимо этого, 1 столовую ложку 30% хлористого кальция. И 1 чайную ложку с уксуса. Этот рассол, как бы, сыворотку мы нагревали, собирали рикотту. У нас был, после этого была горячая сыворотка. Растворили соль, растворили хлористый кальций, охладили. Потом добавили уксус. И все это процедили через марлечку, потому что в соли иногда бывает мусор. И вот у нас этот рассол уже остыл. Через 6 часов будем помещать нашу фету в рассол на засолку. Дальше я расскажу. Так, друзья, наша фета обсохла. И мы ее помещаем. Вот так вот она выглядит. Очень красивый сырочек, очень ароматный. Так пахнет вкусно вообще. Ну-ка, дай-ка мне ножичек, пожалуйста. Мне хочется на промежуточном этапе снять пробу. Просто, друзья, такой на запах классный, что не могу не попробовать. Очень вкусно. И вкус меняется. Единственное, что он не соленый. Поэтому следующий этап. Наш сыр засолить. Я извиняюсь, дожью. Мы, как я говорил, уже приготовили насыщенный соляной раствор из сыворотки. 3 литра сыворотки, 1 килограмм соли, 1 столовая ложка 30% хлористого кальция и 1 чайная ложка уксуса. И помещаем нашу фету в этот соляной раствор на 8 часов, друзья. Через каждые 2-3 часа переворачиваем ее, потому что она плавает в рассоле. Как вы понимаете, любой сыр будет плавать. Чтобы она равномерно просолилась, каждые 2-3 часа переворачиваем ее. Но мы будем оставлять на ночь. То есть, грубо говоря, перевернем через 3 часа, утром перевернем. И потом будем продолжать, собственно говоря, дальнейшие действия с ней. То есть, пока 8 часов она у нас солится в насыщенном соленом растворе. Пролежала в рассоле наша фета. Как он божественно пахнет. Пролежала в рассоле сутки. А, не, не сутки, ночь. Это я обманул. Взвесим ее. Мы готовили из 10 литров молока, как вы помните. Что у нас получилось на выходе? 1070 грамм. Получилось 1070 грамм. Вот такого чудесного сырочка. Сейчас попробую какой-то после засолки. Мне все время интересно. Ну, просто он так пахнет божественно, что слюнки текут. Стал более плотный. На вкус стал реально более, какой вкусный. Божественный. Не удержусь, друзья. Я ее съем, прежде чем она приготовится, мне кажется. Попробуй, Лариса. Потрясающий сыр. Итак, если мы готовим обычную классическую фету, то ее можно вот с этого момента уже употреблять в пищу. То есть сыр полностью готов. Мы один кусочек оставим, съедим. Он реально очень вкусный. А из трех кусочков продолжим делать греческую фету. Значит, для того, чтобы по греческому рецепту сделать фету, мы его помещаем, наш сырочек, на обсушку. Ну, вот мы делаем таким образом. У нас от микроволновки решеточка очень удачная. Накрываем ее, друзья, марлечкой. И от дня до трех просушиваем ее при комнатной температуре. Все зависит от того, насколько плотный вы хотите получить сыр. То есть он будет уплотняться, высыхать и уплотняться. Мы будем сушить его день и потом на новую засолку, я еще раз повторю рецепт, немножко другой рассол делается для второй засолки. И он будет вызревать после этого. В общем, оставляем его обсушиваться и после этого отправим, друзья, на вызревание в рассол. Наша фета, друзья, обветрилась. Приобрела вот такой вот красивый желтоватый оттенок. Ну, как сливочное масло имеет цвет. И у нее поменялся вкус. Сейчас отрежу кусочек. На срезе такая очень красивая, пористая, очень плотная. Ну, вот даже покажу срез. Посмотрите, какая она на разрезе. Такая достаточно плотная, обсохшая корочка, обветрившаяся. Ну, собственно говоря, тот результат, которого мы хотели достигнуть, друзья. И сейчас будем дальше с ней работать. Вот, я хочу попробовать этот кусочек. Очень вкусный сыр. Не такой он полутвердый, но реально классный. Пикантный вкус. Мне очень нравится. Мерлус просолился. Как раз идеально просолился. Друзья, мы приготовили рассол из той же сыворотки. 2,5 литра сыворотки и 200 грамм соли. Наливаем этот рассол в такой вот судочек. И отправляем нашу фиету на вызревание. По поводу вызревания, я читал варианты приготовления, что даже до года она может вызревать. Но минимальный срок вызревания 3 недели. Мы ее оставляем в этом рассольчике на 3 недели. Она у нас будет вызревать. И после этого, как бы, ну ее в принципе и сейчас можно употреблять пищу. Она очень вкусная. То есть мне очень нравится вкус этого сыра. Сынунки даже текут. Наверное, кушать уже хочется. Вот, реально очень вкусный. Но, как бы, по рецепту, по теории, она должна вызревать в этом растворе от 3 недель. Подержим ее 3 недели в этом растворе, друзья. Она, так сказать, вызреет. То есть раствор слабо соленый, очень ненасыщенный. И после этого... Лиза, ты куда собралась? И после этого, друзья, замаринуем ее с пикантными травами в оливковом масле. Но, как бы, в теории ее можно кушать и сейчас. Фактически она будет готова, полностью готова. Греческая фета будет после того, как она вызрит в этом рассоле. И, собственно говоря, это уже будет наш эксперимент. И наш... Ну, как не эксперимент, собственно говоря, хочется приготовить именно фету в оливковом масле. Ну, вот, как бы, на сегодня все. Ждем 3 недели. Через 3 недели еще раз попробуем. Покажем, как замариновать ее в масле. Ну, и, собственно говоря, до встречи через дырочек, друзья. Пробежал 3 недели в рассоле. И, собственно говоря, это минимальный срок вызревания для феты. Попробуем его. Он размягчился, кстати. Очень круто. Вообще, воскресающий срок на его толще резать, потому что он размягчился и стал такой немножко пастообразный. Я даже не ожидал такого эффекта. То есть, теперь его надо резать уже как фету. То есть, у него не корочка размягчилась, а он именно внутри разлегчился. Он сам размягчился, да. Я думал, что... Ну, вот он именно стал такой, как фета. Вот он, давится. Отлично. Мы как раз только что вернулись с Кипра. Ели там всякие грешеские и кипрские салатики. Вкус очень похож. Ну, собственно говоря, часть... Срез. Обязательно сейчас покажу срез, друзья. Вот такой вот он на срез. Такой структуры. Ну, интересно, я бы сказал. Немножко пористый, что, в принципе, не характерно для феты. Но вот так вот он получился. Очень интересный этот эффект вызревания. Ну что, перейдем к следующему этапу. Я не знаю, как он называется. Часть сырочка мы съедим, в том числе, в греческих салатиках. Ну, он очень вкусный, поверьте. А часть приготовим как закуску в оливковом масле. Значит, я порежу сырок кубиками. Где-то сантиметр на сантиметр. Вот. Таким вот образом. Вот уже не буду разрезать. Конечно, с вызреванием очень интересный эффект. Ну, вот на такие вот кубики его порежу. Это потрясающая закуска, друзья. И закуска не только в прямом смысле слова, но и в переносном. То есть, его можно закусывать. Я очень люблю такой сыр, но стоит он у нас каких-то невменяемых денег. Как вы уже догадались, я его буду с орегано мариновать. Ну, не знаю, мариновать правильно, сказать неправильно. В общем, помещу его в оливковое масло. Ставками. Он у меня полежит там недельку. И после этого я буду им закусывать, друзья. Вот таким вот образом режем наш сырочек на кубики. Запах, конечно, потрясающий. Он очень вкусно пахнет. Но вообще сыр получился очень классный. Берем баночку. Кладем туда кубики. И рассыпаем орегано. Можно и базилика добавить. Можно итальянских травок. А есть у нас сушеный базилик? Или итальянские травы? Какая-нибудь смесь? Вот таким вот образом, друзья. Пересыпаем. А, есть итальянские травы. Отлично. Добавим сюда итальянских трав. Будет ярче вкус, мне кажется. Каждый кусочек, чтобы у нас разделился. Ну что, я много кубиков нарезал. Ну ладно, еще одну баночку замаринуем. Лариса, я думаю, у меня не в обиде будет. Плотненько его туда набиваем достаточно. Ну так, чтобы не раздавить, естественно. Вкусно-дорогая. И заливаем это дело оливковым маслом. Ну все, плотнее не набью. Вот такая вот красота у нас получилась. Просто потрясающая штука вообще. Ну, я думаю, что дня 2-3 и я буду наслаждаться уже этим сыром. Лиза тоже, кстати, ей очень нравится фета. Она попробовала и теперь ходит мявкает. Дайте мне сыра. Друзья, у нас получилась прекрасная фета для салата. И у нас получилась прекрасная закусочная фета. Я даже не ожидал, что будет такой эффект. Вначале, когда мы сыр только обсушили, он был несколько твердоватый. И я думал, что что-то пошло не так. Ну, пока он вызревал, я еще кое-чего изучил. Значит, суть такая. Вызревает он в рассоле от 3 недель до 4 месяцев. И он в процессе размягчается. Чем дольше он будет лежать, тем более мягкий он будет получаться. Ну вот за 3 недели он очень сильно размягчился. Потому что он был практически после обсушки, как полутвердый сыр. Сейчас это реальная фета. То есть по консистенции, по всем параметрам. Немножко такая хрупкая, немножко ломкая. И она давится. То есть если ему дать полежать еще недельки-две, я думаю, он вообще перейдет в такое более пастообразное состояние. Ну, будет размягчаться и размягчаться. В общем, фета удалась. Я считаю, что результат мы получили изумительный, друзья. Поэтому пробуйте по нашему рецепту приготовить замечательную греческую фету. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, естественно. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить пальцы вверх. А мы будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok